всем здравствуйте эта программа крупным планом меня зовут инесса баланкова и сегодня у нас в гостях стендап комик шоумен резидент comedy club здравствуй игорь большое спасибо и очень рада нашему личному знакомству спасибо большое очень очень приятно в начале каждого интервью у вас там с мишей шло огромное количество перечислений ваших достижений дуэту кукота чехов понадобилось 10 лет а то и больше 11 11 на твой взгляд самое важное достижение то чего вы вдвоем добились ну и конечно твое личное достижение предмет гордости с кукотой но они как-то видите наверно постепенно шли и каждый раз это было что-то новое и каждый раз это что-то невероятное каждый раз это какая-то победа большая здесь каждым годом все сложнее сложнее становится какую-то победу достигать потому что и ты старше становишься и вероятность того что какой-то молодой человек или актер придет к тебе сейчас говорю наверное больше про comedy battle когда кто-то придет будете смешнее поэтому это всегда какая-то опаска для нас большим достижением является поездка на международный фестиваль фринж вот в прошлом году мы ездили это большая победа мне кажется выходить на мировую арену для русского человека всегда классно давай для наших зрителей поясним что фринж это фестиваль фринж это международный фестиваль проходит он шотландии в эдинбурге проходит он уже 83 года это один из старейших фестивалей в мире есть их всего 21 авиньон во франции второй фринж вот это два мероприятия куда съезжаются все актеры и комики со всего мира ну или могут съехаться вот ну там действительно это действительно более большое масштабное мероприятие это была проверка на прочность это проверка на прочность и такой знаете момент здравствуйте и товарищи европеоиды вот мы русские мы приехали к вам посмотрите чем их удалось удивить и что с собой как в качестве багажа привезли с собой привезли шекспира поэтому это была заявочка такая на серьезная потому что привести шекспира на родину шекспира не каждому наверное по зубам потому что они уже всяко видели его наверное во всех положениях во всех интерпретациях и так как при привезти американцам к нам чеховскую чайку наверное поставить поставить и привезти сюда потому что мы видели по всякому и и но интересно наверное посмотреть но благо это была удачная попытка на больше удачная нежели чем неудачная поэтому это из последних достижений наверное самое грандиозное ну и для меня еще большим достижением является моя супруга это это большое достижение нам поэтому поговорим еще еще позже вот я хочу отметить что у вас в обоих на самом деле очень крутые амбиции вы хотите создать некую форму которая станет понятно всем и каждому и причем во всем мире заявка хорошая на интернациональный юмор а публика вообще готова к тому сюру который вы показываете я думаю что да потому что с огромным количеством информации с огромным количеством юмора с которым начать приходится сталкиваться ежедневно в интернете или везде его настолько становится много и людям нужно а наверное увидеть что-то интересное что-то иное что-то не стендап и человечество всегда нуждалась в немом выражении своих чувств это первое мне кажется это животное поэтому мы близки к этому а то что вы делаете это ты сам можешь назвать искусством я думаю что да потому что там соединено несколько жанров поэтому предмет искусства там определенно присутствует какой в каком процентном соотношении сложно сказать но где-то больше пантомимы где-то больше звука имитации где-то даже больше слов словесного юмора он сейчас тоже у нас присутствует поэтому что без этого вообще никуда но он определенно есть предмет искусства определенно присутствует это не просто я вам заявляю как Знаете, как каждая лягушка хвалит свое болото, а это доказано разными-разными людьми, которые имеют какой-то вес в нашем советском, в нашей советской индустрии, в нашей советской эстраде. А чье слово для вас было действительно? Всегда по-разному, на разных мероприятиях приходилось присутствовать и выступать перед разными людьми, и кто-то все время что-то видел свое какое-то. И поэтому для меня это большой знак для скукоты, и поэтому мы где-то для себя поняли, что это не на пустом месте просто кривление. Хотя изначально я не отрицаю этого, что это было так, что больше было так называемого какого-то жима, просто такого огромной энергии, с которой мы выходили, и это иногда было плюсом большим. То есть это иногда играло нам в положительную сторону, вот это просто какой-то нереальный задор какой-то огромный, бешеный, что-то они делают, я не понимаю, ну весело вроде бы, ха-ха. Вот так вот изначально реагировали, а сейчас это ушло с годами, и мы стали как-то размеренные, тем более получили высшее образование театральное, поэтому стали как-то четче. Ну и, наверное, старше, взрослеем, как-никак, и понимаешь, это с каждым днем, наверное, все больше. Что-то не будешь делать, что-то, на чем ты становишься, больше подумаешь. Каждого, мне кажется, ребенка даже, учат тому, что искусство призвано там созидать. То, что делаете вы, оно отвечает? Созиданию? Да, я по натуре дестройер, а внутри я готов созидать, конечно, я, я же, мы строим что-то, построили какую-то свою, я не смогу назвать это империей пока что, жанром таким бычем. Ну вас хвалят по-всякому. По-всякому хвалят, по-всякому хвалят, кто-то больше, кто-то меньше, но все равно хвалят, нельзя сказать, что, типа, маленький процент людей говорят, ай, просто кривляются люди. Я читала, что вас говорят, новаторы эпохи. Новат, ну как-то, в чем-то, да, в чем-то мы определенно, на вы, в чем-то, и нету таких людей в России, никто не делает, никто в себе эти жанры, жанры не сочетает. Поэтому в этом что-то есть новое определенное, вот сто процентов. Сколько мы еще протянем, сколько мы еще будем, и насколько мы высоко его поднимем, я не понимаю, пока не знаю, но в этом есть что-то. Мы какое-то поколение, свою прослойку, я знаю точно, что она за нами есть. Какая-то узенькая, широкая или меньше, и вырастет ли она во что-то большее, пока не знаю, но она какая-то стала, какой-то след за собой мы маленький, но тянем, такой шлейф, лепесток. В ваших интервью с Мишей я отмечаю классную фразу, кстати, для многих молодых юмористов, для многих актеров. Поэтому необходимо постоянно совершенствоваться и постоянно повышать свой уровень юмористического IQ. Это вообще откуда пошло и как это делается? А тем более в вашей ситуации, когда и сторонних проектов стало очень много, и жизнь разделилась на два города. Сейчас становится сложнее, да. И с интернетом, когда сейчас каждый, по сути, чечек, человек молодой, либо девушка, либо парень, либо кто-то, может стать классным, потому что с интернетом сейчас огромное количество блогеров, много миллионников, которые за собой на каком-то ровном месте. Для нас пока необъяснимая штуковина, с кукотой. Мы всегда, да почему так? Почему ты просто говоришь, что ты на камеру записываешь, и тебя смотрят три миллиарда человек? С появлением интернета это становится сложнее делать. Ну и тем более армия огромная, людей, маленьких людей, которые, конечно, у него становятся все сильнее, смелее, прокачаннее. Поэтому, а, на этом поле нужно биться, ну, либо ты оставляешь это все, бросаешь оружие куда-то и уходишь куда-то в затворничество, или живешь спокойной жизнью, как многие остальные люди. Либо ты в этом варишься, всегда бьешься, всегда смотришь что-то новое, всегда нужно быть в тренде, всегда понимать, о чем идет речь. Вот мы, наверное, стараемся, потому что мы полностью положили себя вот на алтаре этого искусства и будем там до конца гореть, короче. Так а юмор свой как прокачивать? Как прокачивать его? А юмор прокачивать или себя в юморе прокачивать? Это важная штуковина. То есть, если ты что-то знаешь до этого в юморе и ты уже там варишься, то ты понимаешь инструменты, которыми тебе нужно работать, где нужно тебе подтянуть, если ты на этой поляне. И если ты вообще не в поляне, не соображаешь, что делать, то есть какие-то инструменты, которые с нуля помогают тебе встать на ступеньку выше. Вот. И если ты хочешь этим заниматься, действительно. Поэтому, если ты чувак опытный, прокачиваешь, ты смотришь всегда что-то западное, потому что все почему-то идет оттуда. Хотелось бы что-то здесь создавать. Вот я такого мнения, что лучше придумать, наверное, что-то свое, нежели там брать что-то и адаптировать. Но, к сожалению, все у нас пока что адаптированное. Своему мало чего придумаем. Мало. Вот. Поэтому все понимают, о чем идет речь, кто меня смотрит, кто в этой штуковине. Поэтому придумайте что-то свое всегда и всегда прокачивайтесь. Не знаю, читать информацию какую-то новую, читать книги, читать интернет, смотреть, знать, быть в тренде и так далее. Ну и всегда быть в процессе. Это очень важный момент. За собой замечал неоднократно, что если ты не в процессе, какое-то количество, маленькое даже времени, даже пару недель, потом ты пытаешься как-то встать туда, как будто ты этим ни разу не занимался, как будто это для тебя новое, как будто ты... Что такое? Я же до этого много лет занимался этим, почему сейчас нужно заново учиться писать. Поэтому нужно быть всегда в колье. Я несколько раз была на выступлениях Кукота и Чехов, и так получилось, что первый раз я попала на детский спектакль, второй раз я увидела Шекспира. И отметила, что и там, и там публика действительно в восторге, реагирует одинаково на вас. Вас действительно любят, принимают очень тепло, хотя понятно, что возникает вопрос, где сложнее играть, когда перед тобой юный зритель, или когда публика, которая с тобой на одной волне буквально. Просто видите, и жанры разные, где вы были, так круто, что вы были и там, и там, и на таком, и на такое смогли посмотреть, типа с разных сторон. Как учил наш мастер, что ребенок, это как лекало некое. Если будет смеяться маленький ребенок, значит, будет смеяться его родитель как следствие. Значит, все получат удовольствие, значит, и твоя серая задача будет выполнена. Вот, поэтому, если смеется ребенок, то это круто, это классный показатель. А ответственность выше? Значит, ты смешная. Ответственность, наверное, чуть-чуть выше. А всегда ответственность большая, когда ты делаешь что-то свое и выносишь это на суд, какая-то она есть. То есть, мера ответственности. Вопрос, какая она у тебя лично? А какая она у тебя? Большая. Ну, то есть, я всегда радею за то, что я делаю, всегда переживаю, чтобы получилось что-то классное, что-то внятное, чтобы это понравилось. Мне очень нравится, что ваши с Мишей имена частенько фигурируют в каких-то благотворительных проектах. Мы в нашей программе часто этот вопрос задаем людям. Для тебя что значит помогать? Важно ли заниматься благотворительностью в жизни, да? И насколько сложно или довольно просто выступать перед детками? Разные ли дети бывают? Разные дети бывают, поэтому есть дети в богатых семьях, которые видели тебя и таких, как ты примерно, каких-то условных выступающих огромное количество раз. Но есть дети, которые не видели это никогда, и для них это, ого себе, что-то новенькое. Нет, если мы говорим про нуждающих. Для нуждающих, конечно, нужно делать. Конечно, если у тебя это есть, почему тебе чуть-чуть не поделиться с этим? Мы не жадные люди, и поэтому, что мы имеем, мы с удовольствием дадим, покажем тем людям, которые нуждаются, которые не видели этого. Конечно, нужно это делать обязательно. Ну, что касаемо творить благо, это за. Пока только в таком ключе. Когда будет много денег, будем давать деньгами. Пока так. Пока что имеем, типа вот штаны одели какие-то, если нос какой-то выступить в каком-то детском доме, то не проблема, несложно. Для тебя несложно выступать перед детьми? Нет. Я имею в виду эмоционально. Просто есть особо чувствительные артисты, да, им гораздо сложнее. Сложнее определенно, когда ты приезжаешь в какой-то детский дом или там к деткам, которые больны ДЦП. Это всегда, конечно, какой-то есть у тебя штуковина, ты через нее... Не то, что ты перешагиваешь, ты же приехал делать добро. Но это, понятное дело, что это не то, что я сейчас выйду на сцену, дети пришли ко мне сюда сами, и либо ты к ним приехал туда. Это разные штуковины. Творить благо, это полезно. Обязательно. И я, и Кокота за. И супруга моя тоже, она еще в 7 раз чаще участвует в благотворительности, чем я. А этому вообще возможно научить? Или это как-то либо есть, либо нет у человека? Наверное, это как-то прививается в детстве, когда тебе говорят, вот ты хорошо там поделился что-то, ты что-то сделал, чтобы было приятно человеку. Это нужно, наверное, дать, показать, что это так лучше, чем нежели это вот у тебя будет. Наверное, нужно учить свою чаду. А тебе прививалось? Да, я думаю, да. Да, потому что у меня очень, ну, добрые родители, они всегда говорили, что ну, нужно делиться, короче. Делиться полезно. Бог велел делиться, короче, если что. Игорь, а ты вообще человек чувствительный? Да. Расплакаться в легкую можно? Вообще запросто. А что трогает больше всего? Что сильнее, непонятно. Ну, что по тебе, типа, бьет, что может задеть тебя максимально? Да много чего. Что вызывает жалость? Что, в чем ты бессиленный, ты такой не понимаешь, как бы, а вот, а не можешь, типа, помочь человеку? Ну, вот эта штуковина, наверное. Я не так давно смотрела программу про гения Андрея Миронова, и там была такая фраза, несмотря на целый ряд крутых комедийных ролей, он ждал одну серьезную, драматическую, которая могла бы показать, кто он есть на самом деле. И такая возможность представилась, и был замечательный фильм «Мой друг Иван Лапшин», и по сей день эту роль считают лучшей в его жизни. В одном из интервью ты также обронил слово, что тебе хотелось бы. Обязательно, обязательно. У каждого, мне кажется, актер, это, знаете, как у человека, который, казалось бы, шут, балагур, лицедей и так далее, и несерьезный человек сам по себе, сыграть что-то на сопротивлении, сыграть какую-то драматическую, серьезную роль. Это важно. И у меня всегда живет такая, что внутри, вот эта тоже установка, что когда-то самую серьезную роль ты еще не сделал, она у тебя еще впереди, и что она еще, ты еще, когда я должен набраться опыта какого-то, еще где-то затвердеть и сделать это качественно и классно, что ее пока не было, этой серьезной какой-то роли большой. Что это будет, я не понимаю. Для меня прекрасный пример это Джим Керри, который, по сути, своей очень веселый человек, но под конец стал делать серьезные какие-то роли. По сути, своей он очень грустный человек. Ну, по сути, грустный. Я тоже грустный человек, значит, тоже грустный. То есть это не стереотип? Нет. Ну, хорошо, если мы говорим про Миронова, у него это получилось, но есть и ряд вполне неудачных примеров, когда люди из комедийного актера попробовали себя. В чем-то драматическом и провалились резко. Ну, это плохо. Так нельзя. Это опаска всегда есть. Поэтому, если ты вроде как веселый человек и комик какой-то, сыграть тоже какую-то веселую роль на сопротивлении, какую-то грустную, серьезную роль, не каждый может. Поэтому это важно. Если ты уже берешься, взялся, назвался груздем, полезай в кузов, ты должен сделать ее классно. Никак по-другому. То есть нельзя сделать ее, чтобы тебе не верили, что ты... Все равно это комик. Это не этот персонаж. А как ты над собой работаешь? Готовясь к роли или... Ну, конечно. Ты же подготавливаешь себя к тому, что роль это будет. Это обязательно. Какая-то серьезная? Какая-то серьезная. Какие-то маленькие роли, которые идут сопутствующим, они есть, они присутствуют на каких-то там маленьких, на тех или иных съемочках. Ты понимаешь, что это за персонаж, а что это, какая биография роли у него, откуда он, что у него было до этого, вплоть до того, что откуда вот он сейчас пришел сюда. Ну, это уже актерские задачи, которые особо не касаются зрителей, они их не видят. Но ты, как актер, должен этот огонек внимания держать все равно в голове у себя. Потому что ты же актер, тем более профессиональный. Закончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, друзья. В своих интервью ты подчеркиваешь, что ты счастливый человек. Да. Почему? Потому что я занимаюсь, а, любимым делом. Это любимое дело приносит мне нет-нет, да, деньги какие-то. А это важно, потому что если ты делаешь какое-то дело, вот, допустим, это твое дело, и это деньги, которые ты получаешь. И если оно у тебя вот здесь, значит, ты делаешь что-то не то. Они где-то должны быть всегда рядышком, в любом случае. Так меня мастер, кстати, тоже учил. Борис Ейчуваров, привет тебе. Что финансовая составляющая где-то должна рядышком идти. Недалеко туда где-то. Что ты делаешь, вот я радею. Допустим, я окна пилю. Я когда-то напилю столько окон, и все скажут, вот он пилил окна так, что ты еще никогда не был такого человека, чтобы окна так пилил сильно красиво. И вот он умер и не получил денег ни за одно окно. Ты должен нет-нет получать деньги за окна, которые ты пилишь, чувак. Ну вот, это должно быть рядышком. Вот, поэтому я нет-нет до получа. Хотелось бы больше, но это, наверное, уже от меня зависит. Надо больше, значит, работать. Плюс, что я ходить могу, говорить. У меня есть ноги, руки. Смотри. Это приносит мне удовольствие. Ну, я занимаюсь любимым делом. У меня есть жена. Вот. Поэтому я, наверное, шел к этому, типа, все время. Хотел этим заниматься, вот я этим занимаюсь. Поэтому это хорошо больше, чем плохо. Хорошо. У вас очень такая творческая семья. Ага. Два актера под одной крышей. Скажи, пожалуйста, как удается мирно сосуществовать? Потому что, ну, там, где актеры, там всегда драма семейная. Не всегда. Как вам удается роли распределить? Не всегда. В детях, которые ты где-то когда-то слышал, там, по телевизору, что, типа, нужно готовиться к роли. И вот у меня супруга сейчас к роли готовится. И что? Я осознал, что это, да, это, типа, театральная какая-то семья. Потому что она в роли там, она погружена. И она готовится прям к ней. А это, потому что киношная, серьезная роль. И она прям там. И она сейчас пошла заниматься специально. Я понимаю, что человек погружен. И я только за. Типа, спросить где-то, а как думаешь, какой персонаж? Как он, что этот, как он делает, почему он такой? Или рассказать про него, посмотри, вот такая штуковина. Может быть, он таким или нет. Это в чистом виде актерская работа. Это актерская работа над собой, над ролью и так далее. И поэтому мы, я могу себя назвать с полной уверенностью, наверное, да, это творческая семья. Потому что мы даже можем в разных городах находиться и пересекаться, не знаю, в Сапсане. Только на доли секунды, вот так. Потому что Юля едет из Москвы в Питер, и наоборот, я из Питера в Москву. Как-то так, потому что у нее работа здесь, у меня работа там получается. Но и это, наверное, неплохо. Я ее понимаю прекрасно и поддерживаю. И ни в коем случае нигде не гашу. А можно было это делать, и не будет полезного в этом ничего, наверное. Говорит, что, ну, с ней лучше ты дома посиди сейчас. Зачем тебе эта шапка? Не нужно, не ходи. А это нужно? А кто в вашей семье, как правило, уступает? Юля. Я потом Юлю спрашиваю. Да. Она. Я думаю, что она так же скажет. А выработалась какая-то своя формула нормальных здоровых отношений? Формула? Угу. Она какая-то есть, наверное, но даже можно назвать ее какой-то единой, что она какая-то даже единая есть. Но все равно значения какие-то у всех разные. Ну, в вашей семье как? Главное, например, не говорим о профессии или наоборот? Круто, что говорим о профессии. Круто, что говорим о профессии. Ну, то есть мы говорим о профессии. Для меня это не, знаете, как, ну, не стремно говорить о ней, потому что о ней нужно говорить всегда, и нужно к консенсусу приходить, и тем, по сути, огромное количество общих, которые вместе идут параллельно, потому что и продакшены бывают одинаковые, и режиссеры тоже одинаковые бывают, и так далее, и продюсеры, и все-все-все-все-все. И все это огромное болото, к сожалению или к счастью. Огромное большое-большое болото. Как в днем не утонуть, я не знаю. Ну, это дело уже каждого, наверное, поддерживать, стараться дружку. Ну, внимание, уважение. Знаете как, одинаковое, наверное, у всех. Так вот, если бы мы могли, например, таким же молодым творческим ребятам что-то посоветовать, как сохранить семью, как сохранять отношения каждый день, что бы ты посоветовал? Говорить, разбирать какую-то штуку, все эти модные стали сейчас гештальты закрывать психологически. Все ходят, да, к психологу, там, в Москве почему-то так получается. Огромное количество людей. Больше, больше общаться, наверное. Наверное, так. Это просто еще и для себя, знаете, как говорю, какие-то моменты, чтобы не копился ком. О чем мечтает Игорь Чехов? Ну, какие-то они есть, какие-то мечты, не знаю, во всяких штучках классненьких. И, да, одинаковые, наверное, как у всех людей. Не знаю, жить спокойно. Вот, не напрягаться. Ну и финальный вопрос нашей программы. Счастливый Игорь Чехов. За что больше всего в жизни благодарен Богу? За то, что вот так получилось, ну, что вот так есть сейчас. Ну, за то, что вот я вот обладаю тем, что я, ну, то, что я имею вот сейчас. Вот за это, за все. Вот за это, за это, за это, за это, за это. Игорь, правда, спасибо тебе большое. Спасибо большое. И я желаю тебе той самой драматической роли, где ты не просто себя покажешь, но и себя узнаешь. Да. Спасибо тебе за встречу. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. До свидания.